Привет! У меня сегодня для вас видео про леггинсы. Мы все с вами знаем, что леггинсы сейчас это большой тренд и для меня тоже это не совсем типичное видео, потому что я все-таки больше рассказываю о стиле, не о трендах. Но леггинсы меня особенно привлекает и дальше в видео я объясню по какой причине. Поэтому давайте вместе разберемся, как выбрать леггинсы и почему именно леггинсы скоро смогут занять достойное место в наших гардеробах. Если это видео вам понравится, ставьте палец вверх, за каждым моим видео стоит огромный труд, я для вас стараюсь. Посмотрите, например, это только один лист, только один лист из нескольких. И, конечно же, присоединяйтесь на мой канал, чтобы научиться выглядеть стильно, современно, потому что задача моего канала вдохновить как можно большее количество людей на мысли об эстетике и о стиле не только в гардеробе, но и в жизни. Также буду рада видеть вас в закрытой группе на моем канале YouTube. Там я публикую регулярно полезные посты и эксклюзивно только в закрытой группе провожу для вас стриминги. Все стриминги остаются в записи, к ним всегда можно вернуться. И чтобы вступить в закрытую группу, нужно просто перейти по ссылке, которую я оставлю внизу под этим видео. Там все логично, понятно. Нажимайте на ссылку и следуйте инструкции. Вы знаете, леггинсы это еще одно доказательство того, что мода не стоит на месте и это не к сожалению, не к счастью, это просто естественное развитие и мода никогда не возвращается в том же самом виде. Это, знаете, из разряда не тешьте себя надеждой о том, что вы сможете носить сегодня современно старую мамину юбку. То есть свитер из 80-х, 90-х, это не тот же самый современный свитер. Обувь из 90-х, это не та же самая современная обувь и так далее и тому подобное. То есть да, это может быть похожий дизайн, но никогда не то же самое, потому что все равно меняется форма, общий дизайн, ткани, текстуры, отделка и так далее. Иногда бывает, что вещи из прошлого могут хорошо смотреться в настоящем, но это действительно редкость. Поэтому старомодные вещи, конечно, не работают в современном гардеробе и их стоит сократить. И здесь не путайте с винтажными вещами, потому что старомодные вещи, винтажные вещи, это два разных понятия. И мода порой играет с нами в весьма интересные игры и мы уже забыли, как, например, та же белая футболка, джинсы, куртка-косуха, пиджак. И здесь можно и дальше продолжать список. Отвоевывали свое место в повседневном гардеробе. Сейчас все эти вещи стали для нас нормой, но изначально, конечно же, это было не так, потому что белая футболка считалась исключительно нательным бельем, джинсы, одеждой рабочих и так далее. А сегодня леггинсы, которые всегда были под запретом. И любой стилист вам сказал бы, что леггинсы, это не одежда для выхода, ну, максимум, это одежда для спорта, для занятий йогой, или, может быть, можно леггинсы было бы применить в домашнем гардеробе, но использовать их как самостоятельный элемент или носить леггинсы с туфлями на каблуке, об этом даже речи и не шло до недавнего времени. И вы знаете, это видео не о тренде как таковом, а больше как напоминание о том, что все меняется, и порой те вещи, которые были под запретом, со временем становятся абсолютной нормой в нашем с вами гардеробе. Как выбрать современные леггинсы и на что стоит обратить внимание в магазине? Конечно же, сегодня не идет речь о леггинсах из стопроцентного хлопка, и это очень важно. Именно в современных леггинсах состав должен быть или смесовым, в составе может быть хлопок плюс полиэстер-полиамид, или это могут быть леггинсы полностью из ненатурального материала. В этом и суть. Современные леггинсы, они должны быть плотными, но в то же время немного тянуться. Они могут быть матовыми или полуматовыми, на мой взгляд, это более интересный вариант. Главное, чтобы они не блестели. Помните, как леггинсы из детства из лайкры? И я бы избегала вариантов из искусственной кожи. Лучше, чтобы ваши леггинсы были на высокой посадке, это самое комфортное и удобное. Сегодня леггинсы могут ровно заканчиваться внизу, но и обратите внимание на варианты с разрезом. При этом, разрез может быть как на молнии, так и без молнии. Леггинсы могут полностью прилегать к вашей икре и быть в таком обычном стандартном виде варианте, а могут быть и чуть прямее, то есть больше напоминать узкие брюки. И даже в некоторых вариантах вы найдете леггинсы, которые немножко клешоны к низу. Это тоже весьма интересно. Если подходит такая форма вашей фигуре, то можно попробовать. Внизу в описании к этому видео обязательно оставлю мою подборку леггинсов, то есть все ссылки прикреплю на модели, которые, на мой взгляд, являются самыми удачными, поэтому проверяйте. Кстати, в Милане сейчас прошла неделя моды, и мне тоже удалось на ней побывать. И как раз для моего образа я выбрала пиджак в черно-белую клетку, силуэта песочные часы, леггинсы и грубые ботинки, а не обувь на каблуке, потому что это было бы слишком очевидно. И мое фото с миланской недели моды попало в электронную версию журнала Космополитен Украина. Очень неожиданно и приятно. Конечно же, леггинсы это не элемент базового гардероба, их можно иметь, можно не иметь. Это больше вариант на тему, как разнообразить свой гардероб, и с леггинсами могут получиться действительно необычные, нестандартные сочетания. Например, мы все с вами привыкли сочетать футболку, пиджак и джинсы. А почему бы не попробовать сочетать футболку, пиджак и леггинсы? На моем канале есть отдельное видео на тему того, как разнообразить свой гардероб. Если пропустили, проверяйте. Если леггинсы совсем не ваш вариант, они вам не подходят или в принципе не нравятся как элементы одежды, тогда обратите внимание на брюки с разрезом. Они могут быть как супер узкими, так и прямыми, так и немного расклешенными к низу, или на джинсы с разрезом. При этом разрез как на брюках, так и на джинсах, так и на леггинсах. Может быть, как спереди, так и сбоку. В плане цвета, на мой взгляд, конечно же, исключительно черный, если вы выбираете леггинсы или узкие брюки с разрезом, но а джинсы с разрезом могут быть абсолютно разного цвета от черных, темно-серых, голубых, молочных. Тут что уже ближе конкретно вам. Ну и несмотря на все ваши возмущения на тему того, что ой, ну куда мне леггинсы, это вообще вариант не для меня. Как бы там ни было, мы видим леггинсы на совершенно разных фигурах, поэтому, если вам близко, если вам нравится, если вы хотите поэкспериментировать и попробовать, присмотритесь к леггинсам. Вы же понимаете, что здесь все зависит не только от того, какая у вас фигура, а именно от того, с чем вы будете сочетать леггинсы, какая будет одежда, обувь, аксессуары, украшения, макияж, прическа и так далее. То есть вы же помните, что очень важно учиться воспринимать свой образ и свой гардероб в целом, и женщины часто об этом забывают, покупая вещи в магазине просто по ее виду, но не думая, насколько эта вещь действительно подходит к другим вещам, которые уже имеются в гардеробе, насколько эта вещь отражает ее стиль и сочетается ли вообще эта вещь с другими вещами по своей цветовой гамме. И здесь очень рекомендую к просмотру видео про умный шоппинг, потому что шоппинг является неотъемлемой частью нашего с вами стиля, все равно мы вещи новые покупаем, и это очень важно учиться именно грамотно внедряйте новые вещи в свой гардероб. Леггинсы очень хорошо смотрятся с обувью на каблуке, и это могут быть как туфлелодочки, так и современные босоножки. Леггинсы очень любят кроссовки, и это тоже может быть интересным вариантом. Грубые ботинки в мужском стиле или ботинки на толстой подошве, ну и, конечно же, высокие современные сапоги. Вот такая вот информация на сегодня о таком неоднозначном элементе одежды, и, конечно же, очень хочется услышать ваше мнение. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу леггинсов, будете ли внедрять такой элемент одежды в свой личный гардероб, и как считаете, смогут ли леггинсы занять достойное место в наших с вами современных гардеробах? Спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео, провели время вместе со мной за вашу огромную поддержку, потому что я вижу, что вы делитесь моими видео, и это очень и очень приятно. Спасибо за все-все-все ваши комментарии, и мы с вами увидимся, как обычно, в следующую субботу. Обнимаю и желаю супер отличного настроения! До скорой встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok